Было холодно, мы топили печь, буржуйку. Это шаурма, которую очень любят наши разработчики. Тот, кто розы покупает, тот весь день глухает. От Xbox мы считаем, что это отличное решение калашников от робототехники. Партнер проекта Домрумувикс. Олег, добрый день. Мы сейчас находимся в офисе компании «Промобот» в Перми. Расскажите, первый вопрос, естественно, хочется узнать, как вообще все начиналось, с чего появилась ваша компания. Да, действительно, мы сейчас находимся здесь, в технопарке «Марион Диджитал», посредством СССР Телеком. И здесь мы производим роботов. Ежемесячно выпускаем по 20 штук, отправляем их в 35 стран мира. Наши роботы могут общаться с людьми, отвечать на вопросы, консультировать. Перемещаться, избегая столкновений. И работать в качестве консьержа, администраторов, промоутеров, хостов, музейных гидов, экскурсоводов. Олег Кивакурцев. Директор по развитию «Промобот». Сооснователь компании, член европейского списка «Форбс» молодых предпринимателей до 30 лет. Как начиналась история компании? Еще, наверное, в году 2012 я обнаружил такую тенденцию, что каждый пятый пылесос в Европе уже робот. Появляются, начинали роботы-мойщики окон, мойщики бассейнов и множество еще других устройств в сфере робототехники. Это означало, что рынок готов такие решения принимать. И нужно было делать предложения и искать новые ниши. Это стало сигналом того, что нужно действовать. И я начал изучать вообще вопрос робототехники, что это такое и как к этому прийти. Сам я учился на Ежера конструктора в политехе. Я обладал конструкторскими навыками. Но робототехника, она включает в себя три основных направления. Это аппаратная часть электроника, это программирование, ну и конструкторская составляющая. И если в конструкторской составляющей у меня были навыки, то вот в аппаратной и в программировании у меня навыков не было. Я не то изучал в университете. Были совсем базовые. И я обнаружил, что базовым элементом любого робота является контроллер управления. С помощью него можно управлять колесами, руками, чем угодно, лампочками. Контроллер это основной мозг у робота. И я нашел название контроллера, вбил в социальной сети ВКонтакте. Нашел эту группу, рассортировал людей из Перми. Каждому ответил один человек. Это был Игорь Еремеев. Сейчас он у нас технический директор. Я предложил ему попробовать посоздавать проект в сфере робототехники. И получится-получится, не получится-не получится. И также я пригласил к нам в команду моего однокурсника Максима Утева. Такой командой мы начали заниматься реализацией проектов. Участвовать в различных конкурсах, мероприятиях, конференциях, выставках. И на одной из конференций мы познакомились с Алексеем Южаковым. Он пришел выступить с напутственной лекцией о том, как построить технологическую компанию. И я подошел к Алексею и говорю, Алексей, вот смотрите, у нас есть вот такие разработки. Давайте мы в вашу компанию внедрим, они точно будут полезны. И вот, и идея ему понравилась, он предложил встретиться. Через 4 месяца после того, как мы ударили по рукам, мы сделали первый прототип робота. Первый прототип робота-промобот. Делали мы его, значит, в гараже. Почему? Потому что так было дешевле. Нам не хотелось... Аренды, это история. Значит, мы просто решили сэкономить косты и арендовали гараж на окраине Перми, в микрорайоне, который называется Кислотные дачи. И у нас была очень интересная предпринимательская комьюнити вокруг. Кто-то делал мебель в соседнем гараже, кто-то делал ремонт автомобилей, кто-то выращивал червей для рыбалки и так далее. То есть у нас был полноценный технопарк. Да, технопарк, гаражный кооператив. Это тот самый гараж, где мы собирали своего первого робота. Вот на этом стеллаже до сих пор стоят какие-то реагенты, химические элементы, из которых мы делали корпус нашего робота. За этим столом мы работали каждый день, брали инструмент, пилили, сверлили, гайки крутили, собирали. Еще у нас вот это была доска, на ней мы чертили схемы. Это, кстати, до сих пор схема здесь и осталась, с 2014 года. Вот мы планировали и чертили, рисовали. Еще у нас сварочное было оборудование. И им было пользоваться, необходимо, крайне редко, потому что здесь, если начинаешь использовать что-то энергоемкое, то здесь идут перевозить с электричеством, вырубают пробки. И вот здесь каждый день в течение 4 месяцев мы, как в дом родной, приходили. Сейчас наша компания представляет из собой предприятие, общая площадь которого составляет 2000 квадратных метров. Сколько сотрудников работает у вас? Да, у нас на 2000 квадратных метрах работает 72 человека. А это пермские ребята? Вот вопрос. Значит, большинство, конечно же, выпускники пермских вузов, ну, многие переехали из области, из края, из соседних регионов, поступили в вуз и в дальнейшем устраиваются к нам. Чьим голосом говорит робот? Голос робота, в зависимости от страны, разный. Мы используем сервис, который называется Ивона Text to Speech. Они используют различные голосовые модули. Вот в России русский голос, он называется Максим. И этот голос принадлежит диктору телеканала Discovery. То есть разработчики обучили нейронную сеть на голосе этого человека. Приятный голос, технологичный, интересный, научный. Мы сейчас находимся в слесарном цеху. Это первый этап сборки. Коллегам с различных предприятий из Перми, из других регионов России приходят металлические детали. И дальше они уже из них собирают каркас робота. Так называемый скелет. Используют различного рода инструменты. И получается то, на что дальше уже внедряется электроника. В среднем коллеги могут выпускать, значит, за три дня пять комплектов роботов. Вот. Пойдемте дальше. Пойдемте. Это второй этап сборки. Здесь, после того, как собрали скелет робота, коллеги устанавливают на него электронные компоненты. Платы, привода, кабельные трассы и другие механизмы и узлы. И уже робот начинает превращаться по-настоящему в робота. У него начинают быть подвижными руки. Делаются первые тесты, первые настройки. И он уже начинает походить на робота. А где прям вот у него сердце-сердце? Есть такая какая-то деталь, которая прям... Да. Пауэрборд. Вот этот пауэрборд, это его сердце. Он питает, распределяет энергию из аккумулятора. И это его главный элемент. И без него, конечно же, робот функционировать не будет. Это очень серьезная плата и очень важная. И она спрятана поэтому далеко. И к ней без особого оборудования не подобраться. Да. Значит, это второй этап сборки. А сейчас пойдемте на третий. Здесь прям... Это цех... Да, это цех вакуумной формовки. Коллеги на этот стол кладут матрицы. Просто листы. Да, лист они нагревают, прикрепляют к специальной поверхности нагревательной. И опускают. И затем компрессор вытягивает воздух. И деталь принимает форму матрицы. И уже начинает походить что-то на корпус робота. Да, пластик. Прям пластик, да. Хотя, можно подумать, что такая-то керамика, не пластик. Ну да, красиво. А это зона последняя. В нашем цикле сборки продукции. Сюда уважаемые коллеги из цеха производства пластиковых деталей приносят продукцию. Она вот выглядит таким образом. Все подписано у них, все фиксируется, все четко. И здесь команда сборщиков финального этапа вот на такой скелет надевает корпусные детали. И робот начинает выглядеть вот так красиво и непринужденно. Что он сейчас делает? Сейчас происходит цикл тестов. После того, как ребята собрали, они запускают программу тестирования. И робот должен выполнить 2000 циклов перед тем, как отправиться. Он должен двигаться головой, руками, каждым узлом, каждым элементом. Каждая лампочка должна загореться. И только после этого мы можем быть уверены, что робот надежный. Мы сейчас находимся на таком историческом месте, наверное, где впервые робот вбежал от человека. Ты был свидетелем этого события. Расскажи, как это было. Да. Это был совершенно обычный рабочий день. Лето 2016 года. Тогда последней версией робота была вторая версия. Промобот В2. Инженер проводил тесты автономной навигации. Это режим, когда робот, ну, фактически, вообще никак не зависит от человека. Он свободно передвигается, свободно проводит все свои итерации. Инженер настроил этот режим и там отошел попить чай, видимо. При этом инженер забыл закрыть двери ангара. Робот передвигался, не найдя никаких препятствий. Он вообще, собственно, выехал из ангара. Проехал несколько десятков метров от производства до проезжей части. Прямо вот за нашей спиной. Да, да, да. Вот по этой дороге до улицы Пушкина. Он остановился прямо посреди дороги. Соответственно, остановилось движение. Не могли приехать ни автомобили, ни автобусы. Было парализовано и движение пешеходов. Приехала полиция, а посреди дороги стоит робот. И полицейский не знал, что делать. Потому что, с одной стороны, его нужно арестовать. Он же нарушил правила общественного порядка. С другой стороны, его нельзя арестовать, потому что он робот. И закончилось штрафом. Нам выписали штраф за то, что мы оставили робота без присмотра. Вот здесь вот это было, прямо здесь, посреди дороги. Если говорить про самую необычную кастомизацию вообще за все время работы, что приходилось делать такого особенного? Ну, кроме тех случаев, которые вы уже рассказали. Мне на ум приходят три истории. Первая, это, значит, эту историю сделали наши американские коллеги. Они научили робота распознавать оружие. И когда робот видит оружие, он направляет уведомление, что, значит, я видел. Это очень актуально для школ. У них действительно... В американских реалиях, да. Да, у них действительно там это серьезная проблема, которую научились наши американские коллеги решать с помощью робота. Вторая история, значит, также приходит на ум. Но мы ее, к сожалению, не реализовали. А может, к счастью, пришел запрос из салона тайского массажа. И они попросили нас сделать робота, который бы делал массаж. Ну, интересный запрос, да. Но, к сожалению, пока технологические возможности роботу делать это не позволяют. Вот. И третье интересное направление, которое я могу вспомнить. Это, ну, все очень часто просят, чтобы робот делал кофе. Я хочу, чтобы робот мне сделал кофе, привез. Ну, видимо, это такая боль, проблема у всех. Почему-то все просят. Особенно с утра. Да, и мы рано или поздно сделаем эту проблему. Это ПО. Отлично. Пойдемте посмотрим, что наверху у нас. Пойдемте. Пойдемте. А это наша знаменитая эпичная стена. На ней изображены сценарии из жизни компании Промобот. Значит, это вот гараж. На микрорайоне Кислотной дачи, в котором мы работали. Да, да. Это шаурма, которую очень любят наши разработчики. И мы не могли просто ее не отметить на нашей эпичной картине. Это робот, который сбежал от полиции. Это робот, которого сбила Тесла. Значит, это мем про нагрузок нет. У нас один из сборщиков как-то раз деталь прикрепил на клей. Ему говорят, зачем? Так же не делается. Нужно на винтовые соединения, на болтовые. Он говорит, ну так там нагрузок нет. Это мы мем добавили сюда. И на стене, конечно же, наши замечательные гости оставляют свои автографы. Вот, например, вот этот на здании с гербом Российской Федерации оставил пример министра Дмитрия Медведева. Сейчас я хочу показать самую нашу до недавних пор секретную лабораторию. Мы ее рассекретили совсем недавно. И то, что мы сейчас увидим, может действительно некоторых людей шокировать. В этой лаборатории наши уважаемые коллеги разрабатывают человекоподобных роботов. Вот один из прототипов. Робот Алекс. И здесь мы можем видеть одни из попыток создания силиконовой кожи. Вот можно потрогать. Значит, это лицо председателя совета директоров компании «Промбот» Алексея Южакова. Он вызвался быть добровольцем в столь серьезном процессе. И в течение 7 часов он сидел на стуле и ждал, пока полимерная матрица на нем засохнет. И это было очень непросто. Но он со своей задачей справился, и поэтому сейчас роботы будут иметь очертания его лица. Вот. И также мы можем обратить внимание, что коллеги и руки разрабатывают. Значит, вот с первого взгляда достаточно крипово смотрится. Да. Вот, да, да, можно, можно. Но это все очень функционально, круто. И это преодоление следующего барьера взаимоотношений между человеком и машиной. И это наше будущее. В будущем. Футуристично, футуристично, скажем. Да. Да, и при этом криповато. Ну, ничего. О, я можно скажу? У меня сейчас такая есть классная заготовка. Значит, одно из применений, значит, один из рынков сбыта на Ближнем Востоке является это сделай голову своего врага. И есть такие люди, кто заказывают на подарок пользователям голову своего врага. И это очень популярно. И это спасает... А врага, собственно, да. Спасает врага от расправы. То есть есть такая гипотеза, что это будет востребовано. И вот, в том числе, мы такую прихоть также можем удовлетворить. Вот так вот выглядит голова. Это тоже Алексей. Она шутка живая. Нет, она просто такая гипсель. Ага. Просто. Да, она не функциональна. Она декоративная. Вот. Интересные потребности. Мы очень гордимся нашим офисом. И мы очень рады оказаться в технопарке Марион Диджитал. И мы смогли превратить старый цех, в котором десятилетиями создавались технологии, в что-то новое, вдохнуть новую жизнь. И действительно сейчас здесь очень круто. Люди приезжают сюда и говорят, вау, у вас как в Сан-Франциско. И это действительно так. Мы стараемся, работаем. И нам здесь работа очень комфортно, нравится. И в этой среде мы можем создавать кучу новых классных и крутых продуктов. А вообще знаете, что здесь раньше было? Что производили мы уже раньше? Гальванический цех здесь был. И здесь для Министерства обороны разрабатывалась электроника. То есть вы такой преемник технологии, я бы сказал. Да, да, да. Все-таки атмосфера разработки новой продукции высокотехнологичной, она здесь впиталась десятилетиями и будет работать на нас. Стены вам помогают. Да, стены помогают, да. Есть люди, которые хотят, молодые студенты, которые хотят повторить ваш путь, ну, либо найти какой-то собственный. Есть какой-то универсальный, возможно, совет, который вы могли бы дать этим людям? Ну, на самом деле, три вещи нужны для того, чтобы достичь хороших результатов в своем деле. Первое – это правильный выбор ниши. Вот если сейчас в тренде, например, ну, если почитать стих «Кранч», то очень много сделок, когда там соцсети покупают приложения по созданию масок, какие-то алгоритмы нейронных сетей и так далее. Вот какой тренд. И вот это вот то, что актуально сейчас. Второе – это нужно любить работать. Нужно непрерывно и очень много работать всегда. Никогда не бывает такого, что ты открыл бизнес, и ты отдыхаешь на шезлонге – нет. Пассивный доход – нет, такого не бывает. И нужно все время работать, и все предприниматели, они 24 на 7 в своем проекте, они срастаются уже со своей деятельностью. Вот, и это стоит принимать, и если это принять нет готовности, то, пожалуй, стоит задуматься над чем-то еще. Вот, и третий – это удача. Но удача в каком смысле? Значит, чем ты больше сделал выстрелов, тем ты больше раз попал. Чем больше ты посетил мероприятий, чем больше ты отправил писем, чем больше ты сделал звонков, чем больше ты сделал попыток к разработке, тем больше шанс, что тебе повезет, и ты сделаешь именно то, что нужно, и это тебе принесет результат. Вот, то есть, поговорку скажу, что на удачу надейся, сам не положай. То есть, нужно максимально-максимально действовать, 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 действовать. Олег, спасибо большое за... Да-да-да. Вырежем, стык сделаем. Олег, большое спасибо за содержательную беседу. Я желаю вам удачи в вашем бизнесе, и надеюсь, все у вас получится. Да, спасибо. RTL.com рулит. Пока-пока. До встречи на телеканале Дом Рудит.